Здравствуйте! На Призболт ТВ программа Друг народа и ее ведущие Денис Леонидович Сорокин и Андрей Витальевич Вашкевич. А в гостях у нас главный тренер гонбольного клуба «СКА Минск» Бортак Петрович Миранович. Здравствуйте! Здравствуйте! Бортак Петрович, вы к нам приехали с тренировки? Да, тренировка. Какое у Вас расписание? У нас сегодня просмотр игры сборная команды 1994 года и тренировка в 18 часов наша команда «СКА Минск». Насколько тяжело в Вашем возрасте выдерживать такой напряженный график? Дело в том, что во время тренировки я себя чувствую гораздо лучше, чем вообще так по жизни. Потому что я, как в песне говорят, молодею, когда работаю с ребятами. Поэтому я не ощущаю своего, так сказать, возраста на тренировке. На кого Вы больше времени и нервов тратите? Сейчас на условного Зайцева или давно на золотое поколение СКА, когда Вы работали с Шевцовым? Ну, знаете, я думаю, что наша золотая команда, она рангом, не просто одним рангом, а намного выше. Они олимпийские чемпионы. Зайцев уже сегодня только перспективный игрок, на котором мы надеемся, что он будет играть в сборной и тоже проявит себя с самой лучшей стороны. Конечно, ясно, что Шевцов, Коршакевич, Тучкин, Якимович – это были непростые ребята. С ними пришлось поработать много, но эти тоже живые люди, поэтому трудно сказать, где труднее, тогда было или сейчас. Я думаю, все то, что впереди, то и то есть самое трудное. СКА, 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 СКА! Бытует мнение, что от поколения к поколению все слабее становятся люди, мужчины физически, в эпоху интернета, в эпоху многих соблазнов. Ну, может быть, но дело в том, что если взять просто статистику, то рекорды ставят, значит, улучшается и сила, и быстрота, и выносливость. Вот, и тромпометрические данные увеличиваются, потому что я когда-то играл и защищался в центре с моим ростом 175, сейчас 2.10, уже у нас не проблема. Когда играла команда Шевцова, коль мы про Шевцова, обычно говорили Коршакевича, там был 2 метра, это был самый высокий спортсмен. Сейчас у нас просто молодежная команда почти вся двухметровая. Да, но это что касается антропометрических данных. Но если взять выборку детей, которые интересуются гандболом, да и спортом вообще, есть ощущение, что сейчас интерес к спорту понизился. И выбираете вы не вообще из всех детей, а именно из какого-то узкого сегмента, которому это интересно. То есть это не отбор, а набор. А всех остальных выдавил интернет, там другие отвлекающие факторы. Я знаю, что тогда сразу, как обычно мы говорили, после войны, все стремились в спорт, все стремились быть здоровыми, крепкими. И это поколение тоже хотелось быть крепким и здоровым. Сейчас большое изменение произошло, что, конечно, очень много отвлекающих таких моментов, как интернет и кино и все остальные. Это и есть проблема в этом. Но я не думаю, что спорт стал ниже или слабее, чем был. Конечно, болезни появилось много. Может быть, это из-за того, что появилась такая аппаратура, которая определяет эти моменты. Но я думаю, что у нас сегодня ребята, особенно в СКА, те, которые нужны. Окончил Гомельский педагогический институт в 1963 году. Играл за Минский буревестник. Мастер спорта СССР. С 1966 года на тренерской работе. С 1969 года тренер Республиканской школы высшего спортивного мастерства. С 1970 года тренер сборной команды юниоров СССР. Победители чемпионата мира среди юниоров в 1977, 1979, 1983 и 1985 годах. Ну вот в прошлом году вы выиграли Кубок Вызова. Но насколько это, вы считаете, увеличило хорошее отношение к клубу? Я думаю, что, я не знаю, как отношение, а по крайней мере зритель пришел, и он действительно сейчас болеет. Та же команда «Динамо», которая там были все легионеры, или Брест легионеры. Все равно интерес к Гонболу повысился намного. Взять хотя бы то, что арена была заполнена почти полностью зрителями. Это уже большое достижение того, что Гонбол на правильном пути, и я думаю, что у него есть будущее. С 1976 года и по настоящее время бессменно является главным тренером мужской гонбольной команды «СКА Минск». За это время неоднократно приводил команду к победам в национальных и международных соревнованиях. Шесть чемпионских титулов СССР и десять Беларуси, три Кубка СССР, три Кубка Европейских чемпионов, два Кубка обладателей Кубков, Кубок Вызова. В любом случае, Вы самый заслуженный тренер Беларуси по достижениям, да, и возглавляете команду, которая последние годы оказывается позади, как бы это правильно сказать, ну не выскочек, понятно, но вот новых клубов. БГК, Брестского, Минского, Динамо. Обиды нет такой, что... Почему нет? Я думаю, что может быть обида есть какая-то там, но она не основная, потому что наоборот меня это подстегивает, а я подстегиваю ребят, что есть к чему стремиться, у кого выиграть. Да, они получают намного больше, да, расходов они ведут очень много, у них много легионеров, которые стоят бастословные деньги. И если Вы знаете, то наша команда составлена совсем с молодых белорусских гонболистов и выиграла несколько раз и в Бреста, и в Динамо. Поэтому это для меня большое удовлетворение, само удовлетворение того, что мы молодыми своими ребятами в какой-то момент не хуже или, по крайней мере, нас уважают. А если бы финансовые возможности позволили, Вы, как главная тренерская, так же прибегали бы к услугам легионеров? Или все равно старались бы вот это кредо выдерживать? Ну, я думаю, все-таки мне сегодня размениваться на каких-то легионеров, потому что Брестский клуб сейчас играет хорошо, а до этого 5-8 лет они все время покупали игроков и результата в принципе не было. Это может быть и со мной такое быть, потому что хороший легионер стоит очень хорошие деньги. Они хорошие легионеры, они в Барселоне, в Киеве или во всех ведущих клубах Европы. Поэтому я думаю, что если бы СКА могло бы, я думаю, что первое, это взяли бы всех белорусских ведущих игроков к себе, а не легионеров. По крайней мере, у нас есть игроки сборной Белоруссии, которые играли и за Брест, и за Гомель, и за Динамо. Сейчас 5 человек играет в Бресте. Они бы влились бы, разбавили бы молодых игроков. Я думаю, что мог бы быть тоже результат. А как вы относитесь к тому, что сейчас в хоккее, например, и не только принято давать белорусские паспорта каким-то легионерам, и они становятся белорусами? Вариант таких белорусов, насколько интересен? Понимаете, какая ситуация? Что, например, мне неинтересно, если попадется у меня какой-нибудь друг или товарищ, или такой человек с мешком денег, и накупит мне самых лучших игроков, и я выиграю с ними, то мне это неинтересно. Мне интересно самому подготовить, сделать с ним, вот как та команда, которая была. Это есть интерес. А выиграть игру за счет того, что у кого больше денег, мне это неинтересно. Конечно, спорт и спорт. Дважды в качестве тренера брал олимпийское золото со сборной СССР в 1988 году, со сборной СНГ в 1992. Дважды приводил сборную Союза к победам в играх доброй воли в 1986 и 1990 годах. А к женскому гонболу вы как относитесь? Положительно. Ну, так сказать, полюбительски. Ну, то есть это не то отношение, которое есть у любителей мужского футбола к женскому футболу? Это как-то больше уважение? Ну, это не по возрасту моему сказано, чтобы к женщинам какое отношение. Ну, я вообще к спортивным играм женским отношусь, так сказать, любительски. Так, мне интересно, что они там могут делать. Конечно, иногда интересно посмотреть и все. И больше ничего, только посмотреть. При каких-то условиях вы могли бы взяться за работу с женской гонбольной командой? Думаю, что навряд ли. Даже если бы были какие-то очень хорошие условия. То есть это больше вопрос психологии, ментальной? Да, я, понимаете, я хочу не только получать хорошие деньги, но я хочу и получать большое удовольствие. Потому что я не такой молодой человек, который может разбрасываться своим временем. А мне очень интересно сейчас проводить тренировки и воспитывать игроков, которые могут в дальнейшем что-то показать. Мне это интересно. А вам нравится 21 век, в котором вы сейчас живете? Вам больше уютно здесь или вас больше пугает или возмущает что-то? Понимаешь, в каждом веке какие-то есть нюансы не очень хорошие. В 19 веке, в 20 веке, понятно. Я думаю, что мы не выбираем это. Где мы есть, там и есть. Мы довольствуемся тем, что имеем сейчас. А активы черпаете информацию? Вы с интернетом дружите? Ну, в принципе, везде, да. Ходите в интернет? Ну, да. Тяжело вам или нормально? Ну, я думаю, что сейчас проблем нет. Сейчас любой спортсмен, он оттуда не вылазит. А я делаю себе ограничения, чтобы это не засасывало. Потому что все-таки, если человек этим много занимается, много времени уходит просто в пустую. Поэтому я очень осторожно к этому отношусь. И всех призываюсь, спортсменов своих. А то есть форумы вы не читаете, что болельщики пишут этим, вы не занимаетесь? Ну, когда-то мне Шипцов сказал, что лучше не читать, потому что они потом, в общем, это так засасывает, что потом, кроме вреда, ничего не приносит. Ну, конечно, мне рассказывают, я читаю там, но, по крайней мере, не увлекаюсь очень сильно такими. А есть какой-то человек, который вас может покритиковать? И вы к нему прислушаетесь? Ну, то есть кто-то скажет, ну, вот Спартак Петрович, ну, вот не надо было этого делать, например. Ну, есть. Это тот человек, это я, который в первую очередь сам себе говорил, что вот ты вот здесь вот не прав. Конечно, таких людей очень много, которые, ну, мягко выражаясь, не болеют за нас, или за наш ганбол, или там как-то. Ну, тоже прислушаемся, почему бы нет. Да, наше руководство, федерации по последнему поводу раскритиковали вчистую. Да, с чем-то согласились, с чем-то нет. Ну, делаем выводы. Спартак Петрович, а может, вы подскажете, когда будет введен в строй спорткомплекс Кавуручье? Есть ли какие-то вообще... Ну, почему в мое молчание? Потому что мне, когда вручали орден, и глава государства сказал, что будет в этом году. Ну, его подводят, наверное. Не он нас, а его подводят, что его, так сказать, слова не дошли до тех строителей, которые до сих пор делают. В 2013 году награжден Орденом Отечества Третьей степени. Спартак Петрович, а вот скоро Новый год. Какой первый Новый год вы помните в своей жизни? Это был Магнитогорск или Украина уже? Ну, Магнитогорск я не помню. Украина, помню. В общем, главное вспомнить этот год хорошо и встретить. Тогда это будет нормально. Потому что все остальное, то, что прошло, все, когда встречаем Новый год, поднимаем бокалы, говорим, ну, пусть он пройдет, он прошел и пусть он сгинет. Да здравствует Новый год. Все, ну так. А как вы обычно встречаете? Ну, в последнее время в кругу семьи. Раньше, лет пять-шесть назад, там, и на даче, и в лесу, и интересно. А то сейчас больше в кругу семьи, так, с внуками. Вы вообще так довольно оптимистично настроены и по поводу белорусского гонбола. То есть стараетесь по жизни гнать негатив от себя? Или иногда так позволяете себе накрыться? Ну, не знаю, я честно говоря, что так. Не доходило на меня и не задумывался над тем, что там главное в этом вопросе. Я знаю, что я делаю, вот, любимое дело. И в последнее время я думаю, что я делаю хорошо, потому что жизнь заставляет пересматривать все те действия, которые были, когда у нас были трехразовые тренировки в день. Сейчас две или там одна. А качество должно быть лучшее. Поэтому пересматриваем там свои действия, свои там взгляды. И я думаю, что сегодня я перескочил с одного на другое. Ну, работаем на... Вы всегда были такой? Или вы как-то это в себе выработали? Вот то, что вы знаете, что делаете. Там не смотрите по сторонам. Постоянно, ну, как с какой-то у вас есть позитивное рвение улучшить ситуацию. Вы были другим Мироновичем? Вы когда-то расстраивались? Депрессии у вас были? Я всегда расстраиваюсь. Я расстраиваюсь на тренировке, я расстраиваюсь в игре. Я расстраиваюсь за каждого игрока, который не доспал, не доел, не дошел, не добежал, не забросил, пропустил и так далее. Я расстраиваюсь, и это меня подхлёстывает к тому, чтобы как-то это исправлять, придумывать какие-то другие там действия, какие-то другие упражнения, может быть, в игре и так далее. Я очень ранимый в этих... И я думаю, что это у меня, так сказать, подхлёстывает меня в дальнейшей там работе. — А что вы придумываете, чтобы игрок доспал? — Ну, спокойной ночи пожелать ему. Спокойного сна. Ну, раньше, чтобы он раньше из дискотеки ушёл. — Что сейчас лучше всего дисциплинирует игроков? Какие-то финансовые взыскания, ваш гнев? — Ну, дело в том, что много нюансов есть. Есть, конечно, есть финансовые такие возможности. Это сейчас, я думаю, что у каждого спортсмена почти на первом месте. Что весь мир, спорт стал самый такой коммерческий, что ли. Что обязательно нужно, чем больше получает, тем лучше играет. Ну, может быть, так это, но есть ещё и те спортсмены, которые играют за то, чтобы показать свою игру, проявить себя, за то, чтобы была у него слава какая-то, чтобы о нём знали. — Вам сейчас труднее в этом плане мотивировать игроков, чем в советское время? — В советское время там была комсомольская организация, которая вызывала на собрание комсомольское. И давала, так сказать, правильное указание, что ты должен тот и тот. Сейчас это всё упало. И сейчас, конечно, меньше стало рычагов таких, как парцобрание, как там комсомольское взыскание, комсомольный выговор, вот, комсорги пропали. Ну, сейчас, конечно, больше такого, ну, личного, что ли, личной заинтересованности. В 1992 году стал Человеком Года по версии пресс-бола. — Так, а вот при этих всех комсоргах, партиях, за Брежнева, там, за кого угодно, было легче? Вот реально легче? — Понимаете? — Люди больше боялись. — Управлять было, ну, знаете... — Нет, ну просто, ладно, дело даже не в комсоргах. Просто в советское время, как мы это видим, может быть, вы нас сейчас поправите, там всё было понятно. Ты гонболист, попал в сборную, поехал за границу, больше никто не поехал, только ты поехал. Тебя все любят, больше никого не любят. То есть, тогда спорт, спорт — это был один из немногих социальных лифтов, которые были в обществе. Сейчас спорт им остался, с одной стороны, но с другой есть много других. То есть, тогда ты мог поехать в Италию, только если ты член сборной СССР, а сейчас ты можешь поехать каждое лето. — Ну да, это один из таких методов поощрения какой-то, конечно. Чтобы поехать за рубеж, это был предел мечтаний. И только из-за этого мы могли заниматься спортом, чтобы выехать за рубеж и купить себе там Кока-Колу. Мы уже проходили сейчас, когда встречаемся среди ветеранов и начинаем рассказывать друг другу, кто что повез, что продал, что купил, какие были шпаргалки. Жены писали там такие, что вот их колготки, там еще какие-нибудь, гольфики, еще там такие. Это такие, как раньше писали шпаргалки, такие гармошки. Так вот, с такими ребята ездили с записками. Ну, это был один из таких стимулов занятия спортом вообще. Но сейчас, не знаю, сейчас нет такого, чтобы поехал, что-то продал, что-то купил. Сейчас все одинаково везде там. — Скажите честно, вы тогда приторговывали? — Ну, конечно, ну, конечно. Единственное, что у меня не было этим, время занималось. Мои помощники могли там продать матрешку, там, и все там еще такое. Конечно, если кто-то, кто-то, чего-то скажет, спортсмен, что они не продали баночку икры, ну, они пусть не врут. Ну, конечно, сейчас уже баночку икры не продают, потому что ее нет. Раньше она была в Астрахани, и мы привозили. — А что покупали? Что вот привозили из Италии? — А все, все. Дальше, как наш один тренер просил у Тучкина, говорит, ну, вот ты скажи вот этим спонсорам, скажи, чтобы они там вот что-то нам, что-нибудь вот сделали. А Тучкин говорит, а что вам нужно? Он подумал, все. Я не говорю фамилии, потому что он, если услышит, он поймет, что это про него, потому что он сказал все. Потому что ничего не было. Потому что мы из Сеула везли и Кока-Колу, и стаканы, и подушки, и... Ну, все, все. Дальше, как сказал, все. Все, все нужно было. Говорит, куда вы дели 3000 долларов, которые дали нам в Сеуле за первое место? Ну, как? Видеомейтофона не было, приемника не было, микроволновки не было, стиральной машины не было. Ребята сегодня, когда вспоминают, мы ехали с этого, с самолета выходили, нас встречали там два грузовика, чтобы просто сложить это все, а 3000 долларов... Это сейчас много по сравнению с сегодняшним днем. Так что, ну, таковая была жизнь. Было, может быть, веселее, но все это сквозь слезы, что там говорили. А как вы сейчас мотивируете? Вот подходите вы к Бачку и говорите, ну, надо вот постараться. Вот ради чего он старается? Ради перехода на новую, в другую команду, где ему заплатят? Это же, кажется, так грустно. Ну, у нас в основном, конечно, ребята пришли, они все молодые, они хотят вырасти, уехать за рубеж на хорошие хлеба или в другую команду, или в российскую, или там, в польскую, и хотят заиграть, и поэтому они стремятся попасть в СКА, потому что все почему-то думают, что мы быстрее научим их, чтобы они были какого-то уровня международного, чтобы на них обратили внимание. Но это одна из мотиваций, которая такая очень солидная. Ну, а другая мотивация, это та, что человек любит играть, любит выигрывать. И неважно, сейчас ему дадут деньги или просто будет выиграть. Это у нас Ваня Бровка, который от природы спортсмена, от природы злой. И, конечно, никому не помешают деньги там, и все там, и чем больше, тем лучше. Но если он выходит на площадку, он уже, он действительно спортсмен. Ну, так, Петрович, а вы выпиваете, спиртное употребляете? Ну, у меня, да. У меня, я не профессионал, но так могу и с удовольствием. А какие у вас любимые напитки? Ну, в последнее время меня научили руководители федерации, конечно, виски. Только где их брать, я не знаю. Ну, по крайней мере, очень хорошие напитки попробовали мы в Белгородской пуще. Самодельную, такой, 50 грамм всегда. Как нужно. Спасибо вам большое, Спартак Петрович. Желаем вам побед. И удачи. Не помешает. Да, пусть штанга ваших ворот играет за вас. Спасибо большое. Спасибо.